Первый, сказать не о Дудове. Мы знаем, что стайба у Дудовы – это сад и раса. И одновременно с этим он стремится каким-то образом обрести милость в готе. И мой вопрос следующий. Мы знаем, что Дудовы стайба у Дудовы – это сад и раса, но мы также знаем, что он стремится обрести милость в готе. Так что, когда он проживает его милость, он хочет поддерживать его саки-раса, или он хочет поддерживать его раса? Как это работает? Нет, он не знает. Он хочет интенсивность в своем настроении. Он хочет их силы, интенсивность в любви в своем настроении. И второй вопрос. И мой вопрос следующий. Как, например, мы можем посмотреть на примере Урари-ген-ген-ген-ген-ген-ген-ген-ген. То есть мы знаем, что он находится в дасе, расе, и каким образом он получит эту милость, махапрабу, в виде маду-ли-приема. Когда мы поговорили с Вимсен и Стамбургасен, то был вопрос, что Швей-Хитани, который в его городе, дает маду-ли-приема к всем. Например, Муражин-ген-ген-ген-ген-ген-ген-ген-ген-ген-ген-ген-ген-ген-ген-ген. У нидья парикаров могут быть многочисленные формы. Как в брате Швидам, это Сахар, но в Вайгольдхе Швидам — это Горуда. Например, Швидам — это друг Кришны в Аградзореве, а Новайгольдхе — это Горуда. То есть у нидья парикаров многочисленных форм в различных уровнях. В этих различных формах они испытывают различные гуды. Но каждой форме имеет свой обман, и она подчинена в этом. У нидья парикаров могут быть разные формы, и в каждой этой форме присущи свое настроение. Но у каждой этой форме есть Абиман, что я тот, кто я есть. Иначе будет Рас Абас. 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 Мы предаем все, а мы начнем, мы не стараемся служить, и сейчас нормально, но все-таки случается, что у нас есть ответственность. Продолжение следует. Кришна говорит, что Мага Ванима, просто отреживай мне и не отреживай свои действия. Но мы пытаемся отреживаться, пытаемся отреживать буран ваишнам. Но, в общем, это очень сложно не отреживаться, потому что, когда мы служим, мы хотим получить результаты. Мы хотим идти к калифарам, но мы хотим дать больше, но мы еще не отреживаемся к результатам того, что мы делаем. Что делать? Это не самое, если вы относитесь к бурану и хотите идти к бурану, и хотите быть с ними, и хотите быть с ними, чтобы вы относитесь к бурану и не отреживаться. Это не одно и то же, когда мы привязываемся к бурану, когда мы хотим, когда у нас сильное желание поехать к дхамму, служить ваишнаму, служить гуру. Это одно и когда мы привязываемся к кладам кармы, это совсем другое, потому что тогда, когда мы привязываемся к кладам кармы, мы просто совершаем какую-то работу и не хотим насладиться результатом сами. Поэтому привязываемся к бурану, к гуру и служению – это хорошо. Но если вы работаете, вы получаете деньги, и вы привязываемся к этому деньги, потому что с этим деньги вы хотите купить бурану, и вы получаете деньги, и вы получаете деньги, и вы получаете деньги. Но если вы привязаны к тому, чтобы зарабатывать много денег, чтобы купить ламбардиньи или как-то на другое для себя сделать, то это уже будет радостично, и это на стремлении к наслаждению чувству. И в то же время, если мы пытаемся сделать что-то, и результат, который мы хотим, не будет. Мы также должны определить на Кршна, что все происходит в том, что все происходит в том, что Кршна будет. В то же время, если мы занимаемся определенной работой и совершаем какие-то работы, то, что Кршна не хочет это сделать. Он может зарабатывать это в следующем году. И в то же время, если мы занимаемся определенной работой и совершаем какие-то усилия, и результат не приходит, мы должны понимать, что все происходит согласно воле Кришны. И если чего-то нет, значит пока Кришна просто не хочет, чтобы это произошло, не хочет этого давать. Таким образом, у нас должно быть очень сильное желание садху-санга и служение. Но если есть какие-то проблемы, то не должно быть все эмоционально. У нас должно быть очень сильное желание садху-санги и желание сужения, но если вдруг есть какие-то препятствия, и это не получается, то не нужно впадать в отчаяние, в эстирику, и нужно все равно сохранять равновесие. В этом смысле нужно какое-то отречение. Отречение, которое помогает нам понять, что в любой ситуации все происходит по милости Кришны. И даже обстанавливаются позитивны, потому что они проверяют, потому что они проверяют, испытывают мое нерешимость и мое смирение. Поэтому всегда против умер в берегном состоянии. Нужно всегда очень иметь выдержку перед лицом трудностей. Потому что в любом состоянии и в любых условиях можно служить Кришним. Кто-то может быть здесь, делом, в Брендабане, а их ум может быть где-то далеко в своей стране. А кто-то, может быть, не смог приехать, и сейчас они дома, но они будут смотреть все стримы, и сейчас они уже здесь. Поэтому, если у вас сейчас какая-то ситуация не была, не делайте ее другом для того, чтобы не воспевать, не слушать рекордку. Вчера мы рассуждали, как Ангелы и Риши и Нарадамуни давали наставление Читракету. Читракету, сын Читракету, умер. Все на травце плачут. Нарадамуни сказал, «Ангелы, хочешь, покажу тебе кое-что?» Драма, спектакль. Мы очень серьезно относимся к совершенно незначительным и быстро текущим ситуациям этого мира. И мы погружаемся в них, Авеш. Где есть Авеш, то есть Правеш. Это означает, что, во что вы погружены своим умом, в этом вы живете, туда вы приходите. А если у вас Авеш, покруженность в Кришто, то вы входите во Хриндаван. Таким образом, эта материальная существительность, Баян, Двития, Абин, Вейш, Та, Шат, это знание, концепция, что что-то существует, Двития, что-то отличное от Сикошна, что-то отличное от Сикошна, это дуалистическое испытание жизни, это из-за страха. Материальное осознание, такое осознание, понимание того, что эта концепция, что есть что-то независимое от личное от Кришны, какая-то такая дуальность, это причина страха. Сарабан, Калуида, Брахмана. Everything is Brahman. Все Брахма. Это значит, что у Брахма есть Шакти. Сарабан, Калуида, Брахма. Сарабан, Калуида, Брахма. Все Брахма. Его внутренняя энергия – это Духовный мир. Его внешняя энергия – это Материальный мир. Его пограничная энергия – это Джива. Кришна – ваш лучший друг. Он контролирует всё. И Он везде. И он везде. И он везде. И когда наш сердце и сознание ощущаются, мы можем это осознать, что не будет никаких тревог. Не будет страха. Материальный мир. Если Кришна has manifested You to serve Him. Вы думаете, что если вы служите, то у вас будут какие-то проблемы? Если Господь вас издал, чтобы вы ему служили, то какие проблемы у вас могут быть? В Джонбе очень много слонов, им нужно 100 килограммов от ломка каждый день. И они не ходят до Монголати, они вообще джабу не поют, они не читают Багава от еды. Но все равно Верховный Господь дает им столько пищи, чтобы он бы целый месяц на это продержался. Если у вас есть Абиман, что я служил, то какие проблемы могут быть у вас? Когда ваш сердце очищается от того, чтобы узнавать святые имена, то лесной пожар от материального существования затухаетесь. Но проблема в том, что мы отменяем себя с нашим материальным эго, из-за неверности. Так что каждый день хранится очень спокойно, и мы обслуживаем Харина. Плотно, плотно, этот эго будет уничтожить. И тогда вы будете без головы. Плотно, это очень важный стих. Плотно. Плотно. Плотно, если вы готовы к пищу, то такое пищу переваривает, то как вы занимаетесь бхакти, то переваривает вашу шушмашариру тонкое дело даже в том, что вы не понимаете как это происходит. И тогда придет конец всем сложности материального существования. Как во сне, если у вас очень плохой сон, какой-то тип горит вас заваривает, бежите, помогите, помогите. И кто-то в сне говорит, это сон, проснись. Вы не захотите слушать. Вы захотите помощь, которая придет к вам, и при этом все равно будете спать. Дайте мне мечта, чтобы я могу застрелить мечта во сне. Таким образом, мы должны практиковать в таком способе, что наша сознание становится превращенным. Не так, чтобы мы старались изменить ситуацию, чтобы наше существование на стадии невежества стало более комфортным. Это тело подобно кораблю, который в воду тонет. А мы хотим в каюте обои поклеить красивое. Нет, вы должны обратить ваше внимание от тела к душе пока эта корабль не остановит. Таким образом, Си-Кришна дает пример, как ката-пилла. Он идет на дереве, он идет от дерева до дерева. Он ставит его, в передней части, на другую дереву, и затем он идет от обратной части. И он идет от дерева до дерева. Си-Кришна приводит пример гусеницы, которая крапкается по дереву и передвигается по листикам. Сначала часть ее тела плавно прикатывается с одного листик на другую, в переднюю часть, и затем задняя часть прикатывается. Саддана бхакти, процесс саддана, это в основном транспортировка вашего абхима, вашего self-identity, эго, от вашего материального тела, до вашего духовного тела, до вашего материального тела. Саддана бхакти — это такой процесс, в которой вы стараетесь перенести вашу идентичность из материального тела на духовный план. И даже пока вы еще остаетесь в сознании материального тела, все равно постепенно, когда вы переходите на этот духовный план, постепенно это материальное тело, доцеление с ним уже отвалится. So, focus on this. Фокусируйтесь на этом. И что происходит в окне — это просто приходит и уходит. Сейчас вы думаете, что это очень важные и большие события, но это просто отвлечение. Но это просто отвлечение. Как в Кемпионат мира футбола. Или в выборах. И как в это время его друг вас пограбил. И в это время его друг вас пограбил. То есть, все ваши драмы, семейные травмы, такие ситуации, которые для вас будут очень увлекаться. на самом деле это мое отвлекает вас этим. И в это же самое время она просто ворует вашу человеческую жизнь, которая нужна для служения Кришне. So, you are thinking that all these external things and situations are very important. In the meantime, what is really important — you are losing everything. То есть, вы думаете, что эти ситуации мирские очень важны, но в это время вы теряете то, что по настоящему важно. Yes? What are the symptoms that show us that we are on the right track in life? What are the symptoms that show us that we are on the right track in life? That's right. That's right. That's right. That's right. That's right. That's right. First of all, the teachings of the spiritual master, we should be applying them. And we should be following them as much as possible in our life. And if we have a connection with our Guru, then you will have enthusiasm in Bhakti. This is the main thing. If you are not feeling enthusiastic to engage in the various practices of Bhakti, you are not connected. Because as soon as there is a connection with the spiritual power of Guru, and your Parampara, you become enlightened. And you want to hear and chant and remember and go deeply into all the teachings of Krishna. And everything is more and more fascinating every day. Oh, I never realized it was so wonderful. But then when you come to that level, you realize, oh, actually it's more wonderful than that also. It goes on like that every day and it doesn't stop. So when your consciousness is expanding and your taste in the devotion activity is growing and growing, then you can think that you are rightly situated. That means your Seva Vritti, the tendency to serve Seva Vritti is growing. And if your Seva Vritti, your tendency to serve is the waning, like the moon, from the full moon is slowly getting smaller and smaller. Then you should think that you have, you are not connected. That you are not surrounded. Or perhaps you have made some offense. Because offenses cause this indifference. The result of offense is that one begins to see the things which are aprakrita, or aprakrita, transcendental, supernatural, and one takes them to be aprakrita. When offense is bad, even though the holy name is not different from Krishna's, even though the name is eternally liberated, pure, and transcendental, even though the name is eternally liberated, pure, and transcendental, and in that name, Rekush, Krishna's form, like qualities and past types, His dham, His holy abode, everything is included. But if offense is there, slowly, slowly you think, oh, these are some words. Even though Rabbi Shamsundra, the deity in the temple, they are Satchitananda. The embodiment of condensed eternity knowledge and blissfulness. But if offense is there, you lose your celebrity and you look and think, oh, it's a statue. Shri Guru is also Satchitananda. But if the person makes offense, then let's say, oh, this is a biological human being, like a man. So in this way, this is how we test to see if we are properly situated, if we are inspired and our service mood is increasing, because we are connected to a transcendental source, our group Rampura, then we are properly situated. And if our enthusiasm is going down, and we begin to look at the Abrakatavastu, like Mahaprasana, the deity, the holy name, Gurude, as mature entities, then we should think some offense is there and we are disconnected. So, if a person has a business, Если у человека есть бизнес, они ведут финансовый учет расходов и доходов. И они очень внимательны, чтобы их расходы не превышали доходов. Они очень внимательны, чтобы их расходы не превышали доходов и стали банкротами. Итак, Свила Бахтин Ром Тагуа сказал, что примерно каждые две недели на Икадыше вы должны посмотреть на то, что вы сделали за эти две недели, от предыдущего Икадыша до сегодняшнего дня. И смотрите на ваш лист учета. Вы выучили новое шастрию, или вы забыли что-то? Вы больше служили, или вы больше ерундаю занимались? Ваше воспитание увеличилось или уменьшилось? Вы становитесь более смиренным, или более надменным? Вы развиваете больше уважение, почтение к Гуру Харинааме? Или у вас развиваются фамильные и пренебрежительные отношения? Вы должны смотреть внимательно, если ваш бизнес развивается или идет ко дну. И если вы видите, что своя стопка падает, то вы должны сделать изменения в вашей жизни, чтобы снова на тебе прости. Если вы сами не можете разобраться в этой ситуации, то идите к Гуру Дэлу или к президенту Ваишнаву, и они вам подскажут, как исправить это. Так что, как человек в общественных аферах, в бизнесе, очень внимательный и внимательный. Вы должны быть более внимательным и внимательным, потому что многое больше в порядке. Человек, который занимается мировским бизнесом, очень внимательно к нему относится. Но в духовном, в своем бизнесе, ставка всегда выше, и поэтому относитесь куда более внимательно к тому, чем вы занимаетесь в вашем акте. Девушки отдыхают. 1 После картики Вы оставите здесь и будут эфф��ccoны. Такие у всех. 2 В исхконе я много раз слышал историю, что мы плюхнулись в материальный мир, потому что позавидовали Богу. А как на самом деле обстоит его? Первая вопрос – вы будете здесь, после Картики? И вы будете в классе? И вторая вопрос – в Искон много раз я слышала историю, что мы пришли в материальный мир, потому что мы были уважены к Суприму. Итак, после Картики я буду здесь, после Картики. Я останусь на некоторое время после Картики. Не каждый день, но в большинстве дня я даю тарсян каждый день, и некоторые дни я даю классы, но иногда я буду работать над следующим мировым туром. На какое-то время я останусь, и не каждый день, но иногда я буду делать лекции, иногда будут даршины, а какое-то время я буду работать над следующим, над весенним и мировым туром. Таким образом, мы будем проявлять позже, но будут будут какие-то программы после Картики. Мы можем поехать куда-нибудь, мы можем поехать к Джайпуару. После Картики мы можем поехать куда-нибудь, Джайпуар можем поехать. Мы объявим позже. И будут другие интересные вещи, мы позже объявим. И тогда, our devotees also go in groups to different places to preach. И так же наши вредные в группах поедут в разные места, чтобы поповедовать. Perhaps, one group will go to Goa, one group will go to Tiruvannalai, and later I'll go to Mumbai. So some devotees can come and join me and support the programs in Mumbai. So yes, and the jiva is falling from the spiritual world. No. Impossible. It's impossible. It's impossible. It's impossible. Even Yudhisthira Maharaj, in the Srimad Bhagavatam, he says, he directly said, it's impossible for these associates of the Lord to fall down. It's in Srimad Bhagavatam. Шримад Bhagavatam, Yudhisthira Maharaj говорит, невозможно, чтобы спутники Господа падали в материальный мир. Because when he heard that Jaya and Vijay had been cursed by the four Kumaras to become Hiranyakash and Hiranyakashapu, that Yudhisthira Maharaj said to Naradamuni, how is that possible? Because it's impossible for the associates of the Lord to fall down. So that was a special past day. It was not a fall down. And also because they said, we accept this, but please bless us, we'll never forget you for a moment. So you see, that when they came, they didn't wonder for thousands of lifetimes, sometimes it's a dog, sometimes it's a pig, sometimes it's whatever Chinese person, whatever. Okay? And in each life, they were in the broken dealer of the Lord and thinking about Him continuously, day and night. So the example of Jaya and Vijay coming to this world is not a paradigm for us, Jivas, the ordinary living entities of the world. So everyone in the spiritual world has a brain, love. And the definition of love is, Sarvata, donksaraita, satipi, donksakarane, whatever happens, it can never be broken. How can someone, who has love for Krishna become envious of Him? If that were possible, then Vaikuntha would not be Vaikuntha. Vaikuntha means anxiety, and Vaikuntha means without anxiety. So if at any moment all the living entities in the spiritual world could get envious and fall down here, then there would be any anxiety about this, it would not be Vaikuntha. The idea that something is separate from Krishna is called Maya. So in between the spiritual world and the material world there is the Viraja river. So Maya cannot cross the Viraja. Because this Viraja means Vigata Raja, no Rajas. So Maya and Saturaja come together, they cannot be separated. So Maya cannot cross Viraja. So in this spiritual world, even the idea that there is something different from Krishna, or is there any activity, other than serving and loving Krishna, it cannot exist then. So you should never entertain this idea, that we have fallen from spiritual world. The Jivas manifest from whom? Ask. That's my question, exactly. The Jivas come from Mahavishnu. So where does Mahavishnu live? Galupe Brahma? In the causal ocean, between the material and spiritual world, Mahavishnu is there and the Jivas come from here. So they don't come from the spiritual world. Actually, specifically, it is explaining Bhaktisandharva, in the beginning, that from Mahavishnu comes the Gavirakashai Vishnu, and then the Paralakama, Kirdakashai Vishnu. And the Jivas is called Paralakama Vaibhav. The glory of the Paralakama Vaibhav is the expansion of Paralakama Vaibhav. Paralakama Vaibhav is the expansion of Paralakama. So that Paralakama does not exist in the spiritual world. That Paralakama does not exist in the spiritual world. If you can deliberate on all that, given many reasons, long list, deliberate each one of them is not negotiable or refutable. Anyone who thinks like this has no... Anyone who thinks that Jivas come has no realization. Because Krishna is not different from his name, Ruk, Gun, Parikara. His associates. So if the associates can fall down, even Krishna can fall down. Because they are the embodiment of his Swarupa Shakti. So if those who are the embodiments of his Swarupa Shakti can fall, then his Swarupa can fall also. So the idea that God or his associates, which are of his Swarupa Shakti, can be covered by Maya, is Maya Vada. So the idea that God and his Swarupa Shakti can be covered by Maya, is Maya Vada. One question. One question. Who's the idea is Mark Vada. And why is it so important in learning? What was that? Talk to Mark Vada. Oh, did you come with us a perfect little man? Yes. Yes. So, there we went to the place where Banki Bahari manifested. So his actual name is Kunsh Bahari. And Banki Bahari is a familiar name, everyone. Banki means Bankra. Banki Bahari. So, Kukit, Kukit, Kukit Bihari. Here, Kukit means very tricky. So, but his actual name is Kunsh Bahari. And he was discovered by Swami Hariras. So, but his actual name is Kunsh Bahari. And he was discovered by Swami Hariras. So, in that, same place, nearby, at the end of the Kirtan, as we were leaving, we gave Pranam, that's the Samadhi of Swami Hariras. So, there are, four Vaishnam Sampradayas. And our tradition comes from Krishna to good Brahma, and then, Mahavacharya, and then through Mahavacharya. And then there's another Sampradaya, called the Chakrhusan Sampradaya, the four Kumaras. So, it comes from the Hamsa Abhakar, which is a swan incarnation. И он дал наставление четырех кумарам. И в нашей пранк-пра, как в нашей пранк-пра, главная ачара — это матра-чаря, и в нашей пранк-пра, главная ачара — это матра-чаря. Адития означает солнце. И арка тоже означает солнце. То есть, его название не Адития, но его называют Нибарка. Но это означает то же самое. В Бриндаване они называют Нибарка Сабрадая. И у них есть ашрам, например, Татьястан, Горилла Кунч, Лалита Бхаг. Ашрамы, они не позволяют использовать электричество. И они держат все очень натурально. Если вы видите в Бриндаване, где есть красивые деревья, то есть, usually, это Нибарка Сабрадая или иногда Радхавалову Сабрадая. И если они очень ведут естественную жизнь, если вы проводите где-то во Бриндаване, и видите, что где-то как красные деревья и все такое естественное, скорее всего, это их ашрам, если Радхавалову Сабрадая. Они поклоняются Радхавалу Крещны. Они поклоняются Иракавалу Крещны, но в Нитти-Милане. lusach verklабатывают Радхавалу Крещны. в 혹 в Нитти Милане. Это служение в Манты-Майокпасарах. Их служение в Радхамариупасана, в одном месте. Радхика не идёт в Ява, в Ананда Гаун, Кришна не идёт домой, они не идут в Радхаку, они идут вот здесь и там, они просто пшшш. В Сейвакунч. Всегда. Радхика не идёт в Ява, в Ананда Гаун. Кришна тоже не возвращается домой, они не идут на Радхаку. Просто Радхак и Кришна вместе, всё время в Куджу, навсегда. So, Нимбака Санкрадая, Суами Харидас, and his followers, also, they have written a lot of poetry in Aparajabasha. Суами Харидас и его последователи в Нимбаке Санкрадая написали очень много поэзии на Aparajabasha. The language of Aparajabasha. So, they're very integrated with the local community, and there are many followers of this Aparajabasha in Braindavan. So, that's why Bhakki Baharitavya is very popular. Mainly our Acharyas, they're wrote in Sanskrit. Шесть косвами писали на санскрите. Обычные люди этого не понимали. После этого, в основном, Ачария писали в Бангалове. Но здесь, в North India, они не говорили Бенгалий. Ачария писали в Бангалове. И в Ачарии, в основном, в Бангалове были родители. И когда они родили родители, они приходили к Брэндавану. Поэтому годицы, которые здесь были в Брэндаване, в Ачарии были родители. Они в основном отреченные, потому что там, в Бенгале, у них была семейная жизнь, потом они отреклись в Брэндаване, когда уже отреклись со всего. Итак, мы видим, что социологически говоря, в Бангалове не было так много влияния на местное сообщество в Брэндаване. Но некоторые Ачария, в line of Raghunath Bhattagoswamy, и Gopal Bhattagoswamy, они написали поэты в Брэндаване. Но это не очень хорошо. Мы можем пытаться это поменять. Мы можем перевести на английский язык. И другие языки. Так что, есть много сапрадарей в Брэндаване, которые worshipят Брэндаване, но они не в нашем гаудео. Как Шастра-джи, он был здесь вчера. Он был здесь вчера. Он из Валопа Самкадая. Так что, это в line, который приходит от Луршива. От Луршива до Вишну Свами. И в этом line, Билвамангул Катхуру, и Шри Джавсвами. И в Валабачаре. Это один. И в Валабачаре. Так что, Рабханат Тасксвами сказал, Куром Бустаев, Устаев, Суджиней, Бусурганей. Вы должны любовь к вашему Гуру, для этого Брэндавана, для хозяйства Брэндавана. И вы должны любовь к вашему Гуру, для хозяйства Брэндавана, для хозяйства Брэндавана. Некоторые даже не имеют любви не только к другим Самкадаям, а представителям другим своих собственных Самкадаям. Но мы не так же. Мы следим Шри Джавсвами. Так что, вы можете видеть, мы очень свободно и любовно социализируем все разные lines в нашей Голи традиции, и также с Валаб Сампродаям, Валаби Сампродаям, Нимбарка Сампродаям, и другие. Но вы должны общаться под руководством вашего Гуру. Потому что, если вы не подчинены в концепциях вашего Сампродаяма, то вы уйдете с китчхи. Просто смешно в концепциях вашего Сампродаяма. Если вы не подчинены и твердо в концепциях вашего Сампродаяма, то у вас в голове будет китчхи, просто будет понамешано всего из разных учений. Итак, сначала, вы подчинены в вашем Сампродаяме, и вы можете социализироваться в любом случае, под руководством Гуру, и когда вы становитесь очень сильным в своем Сампродаяме, то вы можете больше обеспечить различия, и также различия. Таким образом, сначала вы подробитесь в концепциях своего Гуру, своего Гуру, своего Сампродаяма, и затем уже, когда вы станете очень сильным, уверенным об этом, вы станете во всем разбираться, то вы уже можете по-настоящему оценить и сходство, и с другими Сампродаями, и различия с ними. Окей, один вопрос. Еще один вопрос. Сказал пару слов о том, что Божество можно установить в материальном объекте, а в то же время можно установить в сердце человека, и в этой личности. Могли бы рассказать про второй вариант, когда божество устанавливается в личность, как происходит поклонение, кто поклоняется, когда это было? Есть ли сейчас такая практика? Могли бы рассказать по-другому? Кредит, мы уже поговорили несколько дней уже от Chery Chiavo, но в семье можно установить души в материальном объекте, но в д Cameron's сердце, но в гещество с души. Как это работает? 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 Да. Нужны до этого не совершаете. Это не будет принципиально для Рададабаду. Это не благоприятный мракархабхи. Один type of puja is you have a deity, and you prahāna-prātishtā, and install Kṛṣṇa in the deity, and you serve. And the other type is mainly for those in Aishvāyabhāv, they may install Nārāya in their own body and worship Him there. But then they have to observe just this very intense ritual purity all the time. It's very difficult. So one of the things, which is unfavorable for Rāvanuga Bhakti is Anga-nyās, installing the deity in your own body. When we do bhaja, we forget this body. Why do you want to install deti there? Krishna lives in Vrāvanuga, not in your body. Krishna lives in Vrāvanuga, not in your body. So, this is a type of tantric, tantric puja that we follow. Actually, there's a Vaishnava tantra, but Vaishnavas in Rāvanuga don't observe this Anga-nyās or installing the deity in the body. Does Mother Yashoda want to take Krishna and feed Him? Or does she want to meditate that He's in my body somewhere? Do gopis want to massage Krishna's lotus feet or meditate? So, the manifestation of Krishna in His own form, in His own dharma, with His own associates, in the complete tattoosentee. When will I forget my body, gross and subtle, and be absorbed in Krishna's Leela? Not that He should be absorbed in my Leela. Когда я заводю все, что связано с этим делом, и я погружусь полностью блин на Кришну, то есть как-то Кришна в своей форме, в своей тхаре, со своими спутниками.